Почти 50 километров тепловых сетей заменили в этом году в Барнауле, Бийске и Рубцовске. 62 единицы вспомогательного оборудования отремонтировали на ТЭЦ. На эти цели энергетическая компания направила почти 4 миллиарда рублей. Львиная же доля затрат пришлась на тепловые сети Барнаула. Дополнительные ресурсы направили на восстановление ТЭЦ-2 после обрушения дымовой трубы. Ни одно из подразделений не пострадало, хочу это повторить еще раз, после того, как произошел инцидент на ТЭЦ-2. Были выделены дополнительные ресурсы. Важный пункт – гидравлические испытания в межотопительный сезон. Только так можно узнать о повреждениях тепловой сети. В этом году их было 491, что всего на 3 больше, чем в прошлом. И в этой части, по словам руководства компании, в текущем году были перемены. Мы поменяли схему гидравлических испытаний именно по контуру ТЭЦ-3. Если раньше мы останавливали всю станцию, отключали всех потребителей и проводили гидравлические испытания. Последовательно, тем не менее, по каждой магистрали. Ну, там, последовательность была маленькая иная, чем сейчас. И это было причиной довольно длительного срока отключения наших потребителей от горячей воды. В этом году схема изменилась. Отключать горячее водоснабжение стали последовательно. На участках ремонтов использовали обводные линии. Это позволило барнаульцам на 8-10 дней меньше проводить без горячей воды у себя в квартирах. Нам удалось избежать отключения порядка трети наших потребителей при так называемом полном остановке теплификационной установки станции. Около 112 тысяч потребителей ТЭЦ-3. И это отключение обошло. Вот мы считаем, что это одно из основных наших достижений при этих гидравлических испытаниях. В 2022 году вложения компаний в Алтайском крае вырастут на 14%. Цифра составит 4,2 миллиарда рублей. Так, в Бийске построят еще больше километра тепловых сетей, отремонтируют почти 10 километров и модернизируют 22 угольных котельных. Рубцовск ждет замены изоляции на 17 километрах теплосетей. Еще 4 километра теплосетей заменят, а котельные номер 3 и 9 модернизируют. Основная доля инвестиций 2022 года придется на Барнаул. Планируется переложить еще 32 километра теплосетей, реконструировать 23 центральных теплопункта и построить три газовые котельные для закрытия четырех угольных. Анна Рашигирова, Александр Антропов. День с толком.